Время для открытого разговора на СТВ. Меня зовут Илона Волынец. Здравствуйте! Слово «хорошо», а слово, написанное на бумаге, еще лучше. А что, если обязанности есть, а соответствующей пометки в трудовой нет? Директор сейчас на данный момент утверждает, что я с ним не общался. Рабочих отношений у нас вообще не было. Андрей Бартыш даже предположить не мог, что ему придется доказывать, казалось бы, очевидно. Год назад мужчина устроился в мебельную фирму. В договор особо не вчитывался, подписал не глядя. Передал в отдел кадров свою трудовую книжку и 9 месяцев каждый будний день, а бывало и в выходные, ездил из Гродно за 70 километров в Щучин. Платили немного, но на жизнь не хватало. К тому же работодатель уверял, все официально. Сначала выплаты были нормальные, постоянные. Каждый месяц там заплаты наличными выдавались. Потом выплаты уже стали задерживаться по зарплате. Сентябрь он вообще ничего не заплатил. В ноябре он там кинул как подачку, грубо говоря, 100 рублей. Такое положение дел Андрея не устроило. Жена в декрете, он единственный кормилец в семье. Уволиться труда не составило. Трудовую книгу вернули, правда, с чистой страницей. А начальник заявил, никакого столяра-станочника Андрея Бартыша знать не знает и в глаза не видел. День, через два я с ним постоянно общался. Или через вайбер, или через телефон. Получается, он просто кинул вас. Мы хотим признание официального трудоустройства. Присоединяйтесь к открытому разговору прямо сейчас. Будем выяснять, что нужно знать при приеме на работу. Какие вообще виды трудовых договоров бывают и, как всегда, нам помогут разобраться в этом эксперты. И сегодня у нас в гостях. Главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования Вадим Браташ. И менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл» Елена Савени. Итак, герой нашего сюжета заключил с нанимателем договор, правда, он не обратил внимания, какой именно. Работал, пришло время увольняться. И тут выясняется, что у него-то записи в трудовой никакой нет. И вот что теперь делать? Как восстанавливать справедливость? Согласно статье 50 Трудового кодекса Республики Беларусь, наниматель обязан ввести трудовые книжки на всех работников, работающих у него более пяти дней. А для впервые поступивших на работу, для которых это является первым рабочим местом, не позднее семи дней с даты приема на работу. Если у работника имеется трудовой договор, заключенный с нанимателем, то он может обратиться в суд с иском о понуждении нанимателя к внесению записи в трудовую книжку в соответствии с трудовым договором. То есть это реально доказать? Это реально доказать. Трудовая книжка – это основной документ, который показывает трудовую деятельность работника. А почему она должна обязательно храниться у нанимателя? Наниматель обязан в соответствии с инструкцией по ведению трудовых книжек заполнять трудовую книжку, ввести все записи о трудовой деятельности работника, сведения о повышении квалификации, о переподготовке. В сейфе у нанимателя надежнее? Надежнее. Да, согласно законодательству она должна храниться в сейфе или в несгораемом шкафу. При этом работнику при приеме у него на хранение трудовой книжки необходимо выдавать расписку. 21 век. Зачем нам вообще бумажные трудовые книжки? Не проще ли, чтобы все было в электронном варианте? Наше пенсионное законодательство при оформлении трудовых пенсий требует, чтобы трудовая книжка была представлена в органы по труду занятой социальной защиты. И трудовые книжки, невостребованные даже, которые находятся у нанимателя, они хранятся у него в архиве 50 лет и только по истечении этого срока могут быть уничтожены. А возможно ли трудоустройство без трудовой книжки? Возможно для совместителей, то есть для тех работников, для которых эта работа является не основной. Если в случае все-таки утери трудовой книжки работник обратился к предыдущему своему нанимателю в течение 6 месяцев, то обязанность по восстановлению трудовой книжки лежит на прежнем нанимателе. В случае, если прошел уже срок более 6 месяцев, то обязанность по выдаче дубликата уже лежит на новом нанимателе. У каждого работника есть такая зеленая карточка. У кого-то она может быть пылится где-то там на полочке, кто-то вообще не знает, где она хранится дома. Это карта социального страхования. Вот важно ли беречь вот этот документ? Этот документ обязателен при приеме на работу. Она необходима для того, чтобы подтвердить, что данный гражданин подлежит обязательному государственному социальному страхованию. Какие документы обязательно хранятся у нанимателя, а какие у работника? У нанимателя хранится только трудовая книжка. Все остальные документы хранит работник у себя. Нанимателю запрещается требовать такие документы, как рекомендательные письма, характеристики с прежнего места работы и другие. Что тут плохого в характеристике? А если, допустим, работник не совсем красиво расстался со своим бывшим работодателем, посудите сами, даст ли ему бывший работодатель хорошую характеристику? А я отмечу, что вопросы нашим экспертам можете задавать и вы, телезрители. Для этого достаточно взять свой мобильный телефон, снять видео вопрос, а мы постараемся ответить на него в студии. И сейчас я предлагаю посмотреть один из таких видео вопросов. Работаю по договору подряда. Выполняю такой же объем работ, как и мои коллеги по контракту. Но у меня нет отпускных, ни больничных. Почему так несправедливо? Отпуск предоставляется только работнику, заключившему с нанимателем трудовой договор. Если гражданин работает по договору подряда, он имеет право на получение листка временной нетрудоспособности, имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности. Указ президента Республики Беларусь номер 34-й обязывает нанимателя производить отчисления в Фонд социальной защиты населения за такого гражданина, который у него работает по договору подряд. Насколько я знаю, есть бессрочный договор. Срочный договор, он же контракт. Бессрочный договор. Что подразумевает, что человек может работать вечно? Со стороны работника, наверное, это благо. Работник работает, спокойно выполняет свою трудовую функцию. Со стороны нанимателя. Если работник решил прекратить трудовые отношения с нанимателем, то он пишет заявление, прошу уволить за месяц до предполагаемой даты увольнения. Что касается стороны нанимателя, работодателя. Тут уже нанимателю надо искать, по какой статье уволить. То есть должна быть какая-то веская причина, чтобы уволить этого работника. А по контракту без объяснения причин в любой момент, да? Ну да. Многие задаются вопросом, так что же лучше тогда? Контракт или бессрочный договор? Единственное преимущество контракта – это то, что работнику, с которым заключен контракт, устанавливаются дополнительные меры стимулирования труда в виде повышения тарифных ставок должностного вклада до 50% и предоставление дополнительного повышительного отпуска до 5 календарных дней. У нас есть еще один видео вопрос от наших телезрителей. Давайте посмотрим. Трудоустроилась по договору подряда. Расчет производится по акту выполненных работ. Но руководитель заставляет меня соблюдать режим работы, ругает за опоздание. Когда я у него отпросилась на полдня, заставил отрабатывать в субботу. Правомерно ли поступает руководитель? Неправомерно поступает в данном случае наниматель, потому что только в трудовых договорах, в контрактах есть обязательно условия, где должен быть прописан режим труда и отдыха. В гражданско-правовых договорах такой нормы нет. Хотелось бы дополнить. Если отношения гражданско-правовые носят признаки трудовых отношений, у работника есть право потребовать от нанимателя заключить трудовой договор. Если он требует, допустим, соблюдения распорядка дня. Если он ведет табель использования рабочего времени на работника. Наниматели зачастую предлагают подписывать шаблонные договоры. На что стоит обращать внимание и не закрывать глаза? На какие вещи? Должен быть указан размер тарифной ставки, либо должностного оклада работника, выраженные, как сами понимаете, в денежных единицах Республики Беларусь. Также должны быть указаны размеры премий, доплат, надбавок, других поощрительных выплат. Недопустимо в данном случае, как многие наниматели делают это, ссылка на штатное расписание, на положение по оплате труда. Я бы еще обратила на испытательный срок, предусмотрен он или нет данным трудовым договором. Понятно, что везде условия разные. Какие системы найма существуют в других странах, давайте узнаем из нашего международного обзора. Система пожизненного найма сотрудников действует в Японии. Пришел на предприятие после вуза и будь добр, трудись до пенсии. Работника, у которого стаж службы в компании более пяти лет, как правило, уже не принимает к другому нанимателю. Зато в рамках одной компании сотрудник может поменять несколько мест, сменить сферу деятельности, продвинуться по службе. В Южной Корее специалиста не возьмут на работу в компанию, если он не проходит по группе крови. По мнению корейцев, от этого зависит целеустремленность, аккуратность, лояльность, творческие и организаторские способности человека. В Соединенных Штатах кандидатов проверяют на детекторе лжи. На многих африканских предприятиях для найма менеджеров, например, действует и возрастной ценз. Претендент должен быть не моложе 40 лет. В Соединенных Штатах, Великобритании и Германии кандидатуры будущих сотрудников обязательно согласовывают с профсоюзом или с производственным советом. В случае, если наниматель не согласен с профсоюзом, например, в Германии, окончательное решение выносит специальная примирительная комиссия. Во Франции при приеме на работу учитывают престижность учебного заведения, которое окончил соискатель. Выпускникам элитных, отечественных и зарубежных вузов французские работодатели гарантируют 10-15% доплату к окладу. Все-таки что нужно учитывать, когда устраиваешься на работу, в том числе, когда подписываешь договор, может быть, 7 раз прочти и 1 раз подпиши? Не следует идти также на поводу у нанимателя, который предлагает предварительные испытания до заключения трудового договора. То есть вы поработаете, тут у меня пару недель, я посмотрю на вас, а потом мы с вами заключим контракт. Потому что это незаконно. Нельзя просто так отдавать трудовую книжку. Надо требовать расписку. Чтобы все условия, которые устно проговаривались работникам с нанимателем на собеседование, все-таки были прописаны в контракте, обязательно хранить у себя на руках один экземпляр контракта. Ну и все-таки читать иногда трудовой кодекс, чтобы уметь постоять за себя. Спасибо большое за этот открытый разговор. А я напомню, что на вопросы нашей программы отвечали главный правовой инспектор труда Республиканского комитета профсоюза работников леса и природопользования Вадим Браташ и менеджер по управлению персоналом промышленного холдинга «Интеграл» Елена Савини. Есть что сказать, некому слушать? Значит, вам по этому адресу. Присылайте свои видео-вопросы, звоните по телефону горячей линии СТВ. И, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Рабочие моменты бывают разные. И как найти тот самый компромисс? Может, о проблемах? Говорить открыто? Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова